Итак, сегодня мы с вами будем учиться работать с динамическими блоками. Я покажу на примере нашего окна, также можно и с дверью делать, и с другими элементами декора, как сделать динамический переменный блок по показателям, которые можно задавать либо программно, чтобы не запутаться в каких-либо числах, либо просто сделать его растяжимым, так сказать, чтобы в дальнейшем можно было его использовать на примере нашего окна, самое простое. Итак, вспоминаем наш домик, план первого этажа. Я создаю просто рядышком со своим объектом, мог скопировать его из чертежа, но создам рядышком со своим объектом. Из отрезков такое же самое окно, 620 на 2350. Сейчас я скажу, откуда я взял данный показатель. Сначала начерчу просто мое окно. Это измеренное просто мое окно, которое было уже устроено в моем доме. Если у вас есть другое какое-либо окно, либо их несколько, можете создать сейчас базовое маленькое окно, и в дальнейшем я сейчас покажу буквально через 5-7 минут, как сделать его растяжимым по тому, что у вас, по тем данным, которые уже у вас будут в проемах. Итак, я создал без разницы, в каком слое наше окошко. Дальше что я делаю? Создаю блок. Могу во вкладке «Главное» сразу же нажать функцию создания блоков, либо выделить элементы, то же самое нажать функцию создания блоков. Без разницы. Я сейчас покажу, как в двух случаях. Если я выделяю, например, «Создать блок», у нас появляется маленькое графическое обозначение с названием нашего блока, маленькой картинки, которая будет создаваться у нас в блоке. Если беда выделения просто «Создать блок», у имени у нас пока ничего не появляется, то что программа еще не определила, из какого элемента мы хотим создавать блок. Проделываю дальше. Базовую точку для вставки. Нажимаю функцию «Указать базовую точку», нажимаю на какой-либо угловой участок. Как я вам говорил, удобнее все элементы добавлять через угловые точки. Выбираю угловую точку. Нажимаю по ней один раз левой клавишей мыши. Дальше. Указать объект. Если он у вас не был выделен, то есть не появлялся рядышком с именем вашего блока, то я его буду выделять здесь при помощи функции «Выбрать объекты». Выбираю объекты. Нажимаю Enter. И последнее, что делаю, задаю имя, окно. Проверяйте, в каких единицах блок у вас будет отображаться. Если вы чертите на территории России, то в миллиметрах, соответственно. И если у вас объект выполнен на миллиметрах. И нажимаю ОК. Да, при функции редактирования блоков, назад просто вернусь, у нас есть функция «Открыть сразу же в редакторе блоков» при создании нашего блока. Если у вас активная галочка есть, вы сразу же перейдете в редактор блоков. Но не советую вам ее оставить, потому что не всегда нужно сразу же редактировать тот блок, который вы только что создали. Поэтому галочка там у меня убрана была. Как перейти в редактор блоков? В окладке «Главное» у нас есть возможность функции «Редактирование блоков». Либо могу правой кнопкой мыши нажать по нашему блоку «Редактор блоков». Либо два раза нажимая по нему левой клавишей мыши, у нас есть «Переходим в выбор редактора блоков», с которым мы с вами уже работали. Как вам удобно? Я через функцию «Редактор блоков» зайду. «Окно». Вот мой блок. Какие у нас с вами есть параметры и что мы с вами будем с ними делать? В функции «Редактирование блоков» у вас, возможно, панель «Свойственно» не будет сразу же активна, а будет активна только первая панелька — это «Палитра вариаций блогов». У нас есть две основные вкладки, с которыми мы с вами сейчас будем работать. Это «Параметры» вкладка, которая по умолчанию у вас будет активна. Напоминаю, что через нее можно и менять базовую точку, через которую будет даваться элемент. Это просто нажимаем по ней левой клавишей мыши и переносим базовую точку туда, куда будет необходимо. И панель операций, то есть что будет производиться с данным элементом. Ну, последние наборы параметров и наборы зависимости, они, в принципе, схожи с теми же самыми настройками, с которыми мы с вами будем сейчас сталкиваться. Но это более уже детальная настройка каждого блока в отдельности. Можно отдельный параметр каждый настраивать. Я буду настраивать один параметр, чтобы окно мое расширялось по заданным численным показателям, которые у меня были в моем проекте. Итак, прежде чем мы с вами будем задавать, что у нас будет изменяться в нашем проекте, нам сначала нужно задать параметр, который будет изменяться в нашем проекте. То есть мне необходимо перейти во вкладку параметры. В вкладке параметрах можно изменить либо базовую точку, либо объект будет отражаться в зависимости от настроек, либо будет расширяться, растягиваться, масштабироваться. Все это у нас будет настраиваться именно здесь. Не, масштабироваться у нас будет в операциях, прошу прощения. В параметрах меня интересует линейное изменение моего объекта, то есть как оно будет расширяться. Я выбираю функцию линейный. И ставлю по конечным точкам, один раз нажимая левой клавишей мыши, как расстановка нашего размера по объекту. Сейчас, по крайней мере, мы задали параметр, который будет у нас зависимым. То есть что у нас будет меняться в объекте. Точнее, в каком направлении он будет меняться, но не сам еще объект. Потому что мы не задали необходимые операции для данного изменения. Дальше, что мы с вами делаем? Напоминаю то, что расстояние. Вот я поставил один раз нажимаю левой клавишей мыши. Просто функция линейный и поставил точки. Откачусь назад, еще раз покажу. Линейный. Раз точка. Два точка. Появляется название расстояние 1. Что мне в дальнейшем необходимо сделать? Выбрать операцию, которая будет у меня меняться в зависимости от заданного нашего параметра. Расстояние 1, то есть растяжение. Перехожу в операции. Опять же, напоминаю то, что у нас здесь большое количество есть для различных операций. Растяжение, масштабирование. Но это нам сейчас не важно. Мне интересует именно растяжение моего объекта, растяжение моего окна. Нажимаю на функцию растянуть. Введу курсор. У меня появляется первая функция. Выберите параметр. Он пока у нас только один, нигде не запутаемся. Это расстояние 1. Нажимаю на него. Один раз левой клавиши мыши. Теперь обратите внимание. У меня появляется красное перекрестье. Это базовая точка, за которой будет растягиваться мой объект. Это пока еще только какая точка у меня будет выполнять растяжение. Выбирать лучше не базовую точку для вставки. Базовая точка для вставки у нас отображается с вами восклицательным знаком, как ученика в автомобиле. Нас интересует противоположная точка от нее. Нажимаю левые клавиши мыши один раз. Дальше. Укажите первый угол рамки для растягивания. Я просто нажимаю один раз левой клавиши мыши. И нажимаю второй раз левой клавиши мыши. Образуя контур, который выделяет объекты, которые будут производить у меня растяжение. Нажал второй раз левой клавиши мыши. Следующее. Выберите объекты, которые будут растягиваться. Выбираю просто, общелкивая все четыре моих отрезка. Верхний я не трогаю. Я мог также выделить просто элементы в области выделения. Без разницы. И нажимаю Enter. Вот появился значок, то что у нас теперь появилась операция растянуть. На данный момент я закрою редактор блоков, чтобы посмотреть как выполняется моя функция. Сохранить изменения. Вспоминаем, вот мое окно. Мы созданы уже с блоком динамическим. Добавлю еще одно. Вот он динамический блок. И я могу менять данный показатель вручную. И уже в дальнейшем подстраивать под тот проем, который мне необходим. У меня уже базовая точка есть. А как задать ему параметры сразу же автоматически, чтобы у меня, предположим, есть набор окон. Чтобы мне без каких-либо проблем можно было это окно устанавливать в те проемы, которые у меня уже есть по чертежам. И вырезать все, что уже в дальнейшем необходимо будет. Вспоминаем план первого этажа, когда мы с вами вырезали сначала проем, потом вырисовали в нем окно. А предположим, проем у меня уже известен. И известно заказчикам, какие окна у нас будут использоваться. Давайте снова вернемся в редактор блоков. Я уже два раза нажму левый клэш мыши по нему. Нас интересует открыть панель свойств. Открыть ее просто нажимаем правой кнопкой мыши по расстоянию, либо просто по элементу нашего блока и открываю свойства. Что у нас мы видим здесь? Ну, во-первых, давайте подредактируем, что при добавлении блока он у нас по умолчанию не смещался. Поставим 0. То есть, чтобы у нас значение оставалось всегда стандартным. Что я делаю теперь? Теперь нас интересует функция набора значений. У нас здесь тип RAST стоит нет. Поставим список. Список. И нажмем список значений. Пока там только одно, мое окно, которое я создал. Нажму на вот такую иконочку с пунктирчиками по двум сторонам. И здесь добавлю расстояние, которое у меня уже известно. Вспоминаем, я по проемам подбирал окно, я вынесу картинку стандартную по окнам в стандартной кирпичной кладке, и чтобы они у вас уже были. Предположим, 920 добавлю сюда. Просто добавляю числа, нажимаю Enter. 660, 790, 1050, 1180 по стандартной кирпичной кладке. И нажму ОК. И теперь закрою редактор блоков с сохранением изменений. Подсвечу свой блок. И у меня теперь есть возможность менять на фиксированные значения, которые я уже добавил. То есть, вот она 1180, вот у меня появляются рисочки. 920, 790, 660. И вы уже сами будете подбирать то числовое значение, которое вам необходимо. И уже в дальнейшем добавлять в свой проект. Я думаю, что все достаточно предельно и просто. Давайте еще раз проделаю быстро, чтобы вы могли... Да, по умолчанию у нас блоки все создаются в нулевом слое, поэтому обратите внимание, что блок у нас по умолчанию в нулевом слое. Не забывайте его перегонять в необходимый слой, с которым вы уже в дальнейшем будете работать. Давайте создам просто контур, любой по габаритам, пускай это будет не окно, а просто, грубо говоря, прямоугольник. Еще раз покажу, что это все делается быстро. Создать блок. Пускай имя у меня будет любое. Квадрат, предположим, кв. Базовая точка для вставки. Выбираю объект. Enter. Создал блок. Зашел в редактор блока в кв. Задал параметр линейный. С расстоянием. Операцию задал растянуть данный параметр с нижней точкой. Выделил область. Выделил отрезки, которые будут у меня растягиваться. Нажал Enter. Смещение метки проверяю, ставлю 0. Смещение метки это для нашего расстояния не нужно. Закрываю редактор блоков, сохраняя изменения. И вот он мой блок, который я могу уже менять как угодно. При этом я могу его добавлять сколько угодно. Но самое примитивное это как раз на примере нашего окна я вам показал. Вот так с вами у нас делаются динамические блоки, стандартные для наших окон. Также можно и двери, напоминаю, винт-каналы. Да все что угодно. Не забывайте подписаться на канал, если вам понравилось данное видео. И пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Чего бы хотели добавить еще нового в роликах. Либо рассмотрел, чтобы я какой-либо отдельный этап. Либо какое-либо построение. Скоро появится видео еще для Revit. И вы знаете, что нужно делать. Скоро увидимся. Всем спасибо, что были тут. Работу для вас. Вот микрофон новый приобрел. Надеюсь, что слышно меня намного лучше. Но это не точно. Все, еще увидимся. Пока.